в сторону Франции, но не добежали далеко еще бежать. То есть, условно, это цветочная тема, но едет до Франции, как до Москвы, извините, раком. Витая, дороженьки, с вами Янка Алкой, у нас на обзоре бренди. Бренди Белый Аист, трехлетка. Сразу хочу сказать, что это не белый аист из СССР. Это не золотой, не черный, не серебряный, не еще какие-то там двойной белый аист. Черный бусил и так далее. Белый аист могут производить три компании из Молдовы. Это Барза Альба, это стоит у нас на столе дальше. Завод из Кишинева один, я забыл название его. И Квинт Приднестровский. Это у нас завод Барза Альба. В переводе с румынского, с молдавского это и есть Белый Аист. То есть, завод из Бельца, он так и называется, Белый Аист. Имеем 0,5 бутылку, стандартную, абсолютно для девинов. Молдаване пишут бренди, они не пишут вам какой-то коньяк. Да, они могут написать девин, но девин это защищенное месторасположение, скажем так. То есть, это только молдавские дистиллята могут так называться. Нет, здесь они чисто пишут бренди, хотя от них же пятерка почему-то называется девином. В чем отличие тройки-пятерки я понимаю, а вот в чем отличие девина так называемого их, почему они не назвали девином эту тройку, я, если честно, не понимаю. Итак, куплено сие детище за 17-18 рублей, это около 6 долларов. То есть, это уровень водочки средненький, это менее там 500 рублей российских. Давайте по составу. Здесь у нас состав на румынском языке, он же молдавский. Наверное, все-таки на молдавском там есть различия в языках, но переводчик почему-то определяет сразу как румынский. Итак, дата розового 03.12.21, это мы видим вот здесь. Изготовитель СА Барза Альба, место расположения Республика Молдова, город Бельц, улица Виктория 49. Состав вины, дистиллята, выдержки не менее трех лет, вода, питьевая, умягченная, сахарный сироп, пищевая добавка, краситель, сахарный колер, один простой Е-150. В принципе, и все. Но, но, смотрите, внимательно сейчас. Производитель заявляет 24 месяца срок годности. Белорусы, импортеры, заявляют нам, срок годности не ограничен. А импортеры Республики Беларусь у нас Табак, Вин, Торг. Гомель, Могилевская, Табак, Вин, Торг, УАО. Вам большое спасибо, что возите этот продукт по дешевой цене, продаете, но измените, пожалуйста, эту наклеечку. Вот эту наклеечку. Обратите внимание, что срок годности 2 года. Не вводите в заблуждение потребителей. Что, давайте скрываться. Так, язычок. Сейчас будем пробовать разрывать белорусский всесильный акциз. Все-таки мы это сделали. Пробочка стандартная для бюджетного сегмента. Кстати, даже не сделано уже под пробку. Многие делают под корку, а это под корку даже не сделано. Ну и здесь мы видим Барза Альба. Да, обратно же легенда про Беларусь. Я не буду рассказывать, мне кажется, что все знают ее. Этот коньяк я чаще всего пил из рюмочек, из шарочек. На рыбалке, зимой, в походах. С ним сделать классные коктейли. Мой друг делает бренди колу, потому что виски кола, виски хорошие, стоят дорого. А то, что стоит хотя бы на уровне вот этого, оно вообще не пятибельно. То есть пить то, что стоит у нас 15-16 рублей в разделе виски, невозможно. Сейчас пускай подышит минутку. Тут ему долго дышать не надо. У него и так аромат такой сравнительно слабенький. Сейчас отсюда, здесь будет самый спиртозный. Еще есть, спиртозность не ушла. Но напоминаю, это трехлетка. Что еще могу сказать? Я знаю, что он есть в Украине, в России. Не знаю, продается ли он или нет. В Беларуси он есть много лет. Он есть в Украине, я там покупал. В Одессе на пляже, где мы попивали, его наслаждались. Причем в Одессе есть и тройка, и пятерка. А пятерки я уже давно в Беларуси не видел, если честно. Я не помню, была ли она именно пятерка, именно от Бельца. Ножки совсем тоненькие, но есть. Не проваливаются, я потом подсниму вам. Ножки есть. Для трехлетки, на мой взгляд, отлично. Коньяк чистый, красивый, янтарный цвет. Понятно, что подкрашенный, а он весь будет подкрашенный. Трехлетка должна быть вообще почти прозрачной. Но сахарная колера, этим никто не врезгует. Не знаю, видите вы или нет. А, кстати, цвет могу показать. Че-то я... Ну, такой светло-янтарный цвет, не отторгающий. Чистый, блестящий, без скраплений, без осадка. Все очень хорошо. Но из этого спиртозности нет. Вот плохое я вам скажу только из этого бокала. Потому что здесь пойдет спирт. Ни с рюмки вы никогда не услышите здесь спирта, ни с подобного бокала. То есть нужно вообще нос засунуть. Нет, ушла спиртозность. Чуть-чуть, если уже нос туда прямо... То, чего нельзя, по сути, делать. Если пора ужать далеко-далеко нос, тогда да. А так, это не спиртозный. Довольно, кстати, мягкий... Да, уловить здесь чуть винности, кстати. Именно винность. Не винорада, а вот что-то какое-то белое вино. Там, кстати, три сорта винорада. Я там вставлю в ролик. Еще он делается. Тут не написано здесь. Нет, здесь на сайте. Я забегал на сайт. Там три сорта виногада. Ставлю вот сюда. Чуть-чуть есть спиртозности. Но для трехклетки это прям совсем ее нету. Здесь нету сивушности, что меня так же раздражает. А, мне раздражает спиртозность. Б, у меня в дешевых коньяках раздражает сивушность. Половина армян, половина дешевых грузин, половина белорусского коньяка, который разливается именно у нас в Беларуси, оно половина что-то с сивухой, что-то напоминает непонятно что. Белый айс, кстати, который разливается на минские стали иногда, не попадался нормальный, кстати. Но там попадается один раз нормальный, два раза, три раза ненормальный. Там стабильности ровно ноль, причем что тройки, что пятерки. Поэтому не буду ничего говорить с заминкой стали. Я говорю только о белом айсе, только об бельце, только о тройке, только об этой упаковке. Никакие черные, белые, зеленые, золотые аисты. Я сейчас захожу, смотрю там, где молдавские дивины стоят, там аистов такое количество. Винность, мягкость, дуба здесь нету. Как и в любых молодых коньяках, здесь ванилька, довольно много ванильки. Присущие нам такие травки, луговые, как это называют. Но вот вычленить какой-то один цветок, ну невозможно. Есть чуть-чуть кофе, причем неплохого кофе. Не пивные темы, а вот именно кофе где-то на отдалении. Здесь, кто пьет крутые коньяки, вы скажете, что это глянь. Я сам понимаю, что это не совсем коньяк. Это есть бренди, это молодой бренди. Это бренди, который пьется в компании. Много, он невыдержанный. То есть, если вы выпьете десятилетку хорошего коньяка, бутылку в себя, то на утро, каким бы здоровым ни были, вам поломает голову точно. То есть, там дубильные вещества и так далее. Нет. Здесь самый начальный уровень, трехлетка, ее можно пить. Шашлык, рыбалка, походы. Никаких хвостов, ничего, все чистенько, это такое. Но здесь вопрос другой, здесь поразбираться не в чем. Это просто, вот как я говорю, это заменитель водки. Я не люблю водку, я пью вот такой дивин. Это мой напиток, мой выбор. Возможно, когда я стану более богатым, у меня будут возможности, скажем так. То в больших количествах, там, в рыбалках, походах, я буду пить другой коньяк. Но француза какого-нибудь, в СУПшного, или все равно ВСКУ, потому что в больших количествах нельзя хорошие коньяки пить. Это достойная вещь. Пробуем на вкус. Ну, я думаю, что ничего нового я здесь не узнаю во вкусе. Очень сладкий, не спиртуозный. Чуть-чуть есть такая сейчас, пошло, пошло, пошло в горлышко, но ничего плохого. Обратно, что шоколадка здесь продолжается. Кто вообще не любит сладкое, тому, возможно, он не зайдет, потому что он довольно сладкий. Я связываю это, во-первых, все дивины, они довольно сладчавые. Во-вторых, все-таки сахарный колер, трехклетку закрасить, это надо, наверное, как мне кажется. Еще раз повторяю, я не эксперт. Как мне кажется, наверное, нужно больше сахара, сахарного красителя. Наверное, так. Это такой коньячный напиток под закуску. Причем его можно не закусывать, конечно, но я бы закусывал. Потому что вот эта вот сладость и немножко спиртуозности, она не в аромате, она вот остается в горлышко в англете, она все-таки есть. Либо я давно не пил, если честно, с ракушкой я уже не пил с прошлого похода, это где-то месяц. Только пиво, причем очень много плохого пива. Ну, а вот эта вот стандартная подача, чарочка, 20-30 грамм, я много не пью. Прям сладкая, сладкая водичка такая, абсолютно мягкая. Разбираться, если вы хотите раскладывать здесь аромат, вкус, послевкусие, нет. Есть с ним небольшая ванилька, это коньячность, вино. Причем не сухофрукты, здесь нет каких-то азербайджанских или грузинских там оттенков, нет. Это абсолютно в сторону, быстренько в сторону Франции, но не добежали далеко еще бежать. То есть, условно, это цветочная тема, но едет до Франции, как до Москвы, извините, раком. То есть, это такая тема сама в себе. Кто любит дивины, я думаю, что понимает, что это такое белый аист. Именно нормальный, именно бельцевский, а не какой-то зеленый, золотой, черный или красный. Здесь все. Раскрываться здесь дальше, ну, вот нечему. Здесь вино, раскладывать дальше вино на какие-то составные части, я не знаю. Не буду долго описывать. Он не достоин того, чтобы его долго описывали. Это просто классный, классный заменитель водки. Это не классный заменитель коньяка, это не классный коньяк. Он и не называется коньяком. Это бренди. Это честная трехлетка. Честная трехлетка без сивухи. Честная трехлетка неспиртуозная. Такой, я бы сказал, это коньячный напиток. Дешевый коньячный напиток. Для простых вещей. Готовки, наверное, нет. Ну, если вы готовите, это стопудово. Дальше. Готовка, шашлыки, походы, зимние рыбалки. Кто увлекается из собой, иногда берет. Я вот, к сожалению, мы там с Михалычем иногда выпиваем на рыбалочке. То есть, вот это вот идеальный вариант. Шашлычок, коктейль. Всегда пожалуйста. Рекомендую. Вообще, я поставил бы ему балов 9 по цене и качеству. Но поставлю 8, возможно, я сейчас налетят эксперты и скажут, да ты это не пробовал, это не пробовал. Я много чего пробовал из нижнего сегмента на 10 раз. Я уже просто знал, что вот это вот хорошо. И я покупаю это вот для себя. Друзья, я знаю, что это вкусно, я знаю, что это стабильно. Я знаю, что это постоянно. Вы не оцените, что я там какому-то коньяку ставил 4, 5, 6, а здесь ставил 8. Ну, потому что цена качества. Если бы это стоило бы 50 рублей или хотя бы 30, я бы уже сказал, что это там 30, это 6 или 5. Но за 18 рублей, за 6 долларов, это крепкая восьмерка. Это, ну, я аналогов не знаю. Если вы знаете аналоги, неплохие аналоги в этом же сегменте, ну, скиньте, я попробую, проанализирую. На этом завершаем. Попробуйте, я думаю, что вы от 6 долларов не обеднеете. Обратно же только белый ай с черными буквами, с замком, изготовленным бельцом. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ян Калка. До новых обзоров они, как всегда, будут очень скоро. Комментируйте обязательно.